Давайте посмотрим на табличку нашей нейронной сети, в которой написаны все параметры, которые мы потом запрограммируем. На вход у нас подается картинка 32 на 32, а на самом деле 28 на 28. У нее количество входных каналов это единичка, потому что картинка у нас в грейскейл. И к ней применяется первая свертка. Первая свертка выдает нам 6 каналов. Эта свертка превращает изображение к размеру 28 на 28, и размер этой свертки 5 на 5. Тут еще указан страйт, то есть эта свертка применяется последовательно со сдвигом 1 пиксель. После этой свертки применяется активация, и в леонете эти активации тангенсы. Сейчас мы бы сделали, наверное, уже какие-то другие активации, например, релу тут, наверное, было бы более актуально. Точно так же сегодня мы бы не применяли свертки 5 на 5, наверное, мы бы применяли везде свертки 3 на 3. Далее, после того, как мы применили свертку, нам нужно сделать average pooling. Это очень частая ситуация, когда вы сперва делаете конволюцию, а потом average pooling. Вы можете сделать одну, две или несколько конволюций, а потом вы хотите несколько ужать размерность картинки, чтобы информация сжималась. То есть нейронные сети, они занимаются тем, что сжимают постепенно информацию. С каждой итерацией pooling у вас информации становится все меньше, потому что у вас в тензорах меньше данных, но эта информация становится все ближе к итоговому результату. Очищается всякий шум, а вот все нужно и остается. И после того, как мы сделали average pooling, мы снова делаем активацию тангенса. Это нормальная ситуация, когда мы делаем одинаковые активации и после конволюции, и после pooling. Обычно это релушки или елу, или что-нибудь в этом духе, но здесь вот везде тангенса. Далее снова конволюция. На вход приходит тензор глубиной 6. Мы ходим на выходе тензор глубиной 16. Изображение было 14 на 14, стало 10 на 10. Потому что у нас kernel size 5 на 5. Нету паддингов и страйд 1. Снова активация тангенса. Снова average pooling, точно такой же, размера 2 на 2 и со страйдом 2. И последняя конволюция призвана сделать из нашего тензора кубика такую одну линию, один вектор. Вот мы вместо этой конволюции сделаем просто растягивание, а потом сделаем full connected layer. Но здесь мы видим, что на вход приходит изображение 5 на 5. На выходе получается изображение 1 на 1. То есть один глубокий тензор с одним пикселем всего. И размер конволюции понятно 5 на 5, потому что изображение на входе 5 на 5. И 120 фичи мапов в конце. Снова тангенс как активация. И далее два full connected слоя. Первый ужимает до 84 нейронов. Второй ужимает до 10 нейронов. И далее применяется softmax, который мы применять не будем, потому что нам нужен только максимальный нейрон по активации. А если нам нужны были бы вероятности, то мы бы использовали softmax и получили некоторые вероятности уверенности сети.